МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пешком. Жить дальше. Вопрос нешуточный. Как и количество высоток, в которых на целую неделю установилось пешее передвижение. Обездвижен 31 дом, сообщили накануне в прокуратуре. Бездействуют 115 лифтов. Это ЧП, микроанурадожный, весь отключен от лифта. Нам вот невозможно. Я зависима от всего. А у кого-то вообще помощи никакой нет. Вот я пришла с ребенком, я коляску дома оставила. Я не поленилась, потому что это невозможно. Сколько нам дома еще здесь? А есть инвалиды, есть колясочники. Там в три раза меньше возможности подняться, куда-либо спуститься. Сидят дома. Общаюсь со знакомым. Он живет на 10 этаже. Сказала, что со своей женой, идя из магазина, из продуктова, они поднимаются по полчаса до 10 этажа, потому что люди в возрасте. На 7 этаже. И плюс у меня на 14 этаже живет бабушка, которая диабетика, которая требует ухода. То есть, представляете, наш день, когда мы спускаемся с 7 на 1, с 1 на 14, с 14 на 1, с 1 на 7. И так три раза в день. Ко мне приходят жильцы моего подъезда. Женщина живет на 9 этаже, в 32-й квартире. У нее астма и болезнь сердца. Она пришла ко мне, она не могла подняться на свой этаж. Вчера ребенок приехал из больницы, и ходить нельзя. Мы поднимались на 12 этаж пешком. У нее был полупостельный режим. Поэтому ситуация может обостриться, она вновь может опять, не дай бог, попасть в больницу. Мне вообще не устраивается эта ситуация. Это какой-то беспредел. Мы платим, не пойми за что. Были начислены сумасшедшие платежи за отопление. То есть, сначала мы платили одну сумму, потом она неожиданно увеличилась. 14-й этаж. У нас на этаже, как бы, получается, 2-3 семьи. И это два инвалида. Бабушка, молодая девушка с ногой, и ребенок у них инвалид. И вот это постоянно так вот. Женщина поднималась на 10-й этаж. Ей на 8-м этаже стало плохо. И скорая приехала, сказала, мы не будем подниматься на 8-й этаж, спускать ее к нам вниз. Хорошо оказался кто-то из жильцов дома, потому что это будний день, дневное время. И кто-то помог. То ли ей спуститься, то ли ей препарат какой-то дали сердечный, потому что у нее стало плохо сердце. Люди не могут выйти из дома. Пожилые люди. Они находят... Ну, они дома, они прикованы. То есть, они дышат в окошко, ну, вынуждены дышать в окошко. Спускаться это невозможно. Управляющие ничего не делают. Они нам каждый день, они нам каждый божий день говорят, завтра включим. Мы встретились с жителями Радужного утром 1 апреля у 27-го дома по улице Хромова. Только в этом доме проживает 7 сотен человек. Несложно подсчитать масштаб бедствия, если таких домов 31. Людям надоело питаться обещаниями. Они решили сами контролировать ситуацию. Мы запросили предоставить все вот эти документы. Мы собрали инициативную группу и будем проводить свое независимое расследование. Потому что 36 миллионов рублей за должность. При учете, что люди платят. Мы бы хотели, чтобы наше государство, потому что мы будем требовать с нашего УК, мы будем требовать с Тверской генерации, как складывается этот долг. Директор управляющей компании «Территория комфорта» Михаил Каменский подтвердил, детализации долгов нет. Сто процентов мы ответить на этот вопрос не можем, потому что я не вижу. Я могу просто предоставить суммы, те, которые были выставлены в Тверской генерации. Но там нет ни разбивки по лицевым счетам, еще раз скажу. И нет детализации отдельно полностью за какой дом. Михаил подробно рассказал нам о денежно-долговых судебных перипетиях за последние годы. Разбираться в дебрях вопросов пору специалистам. Сотням же людей важно, чтобы услуги, за которые они исправно платят, были доступны. Меня беспокоит проблема работы управляющей компании. Потому что я не понимаю, как можно было скрывать эти долги столько лет, если первый долг появился уже около четырех лет назад. И это просто как снежный ком накатывалось волной. Ведь можно было собрать собрание после первой проблемы, после возникновения первого долга. Почему это дошло до такой ситуации, когда мы уже отключаемся от каких-то благ. Если положено работать лифтом, значит они должны работать. И люди за это платят. И те, кто насчитывает эти всякие... Расскажите, кто виноват, и давайте найдем, кто не платит. На наш вопрос, когда людям будут доступны лифты, мы получили такой ответ. Непосредственно лифт техника сервиса и я. Среди всех четырех инстанций была договорена, что лифт техника сервис включает эти лифты на сегодняшний момент. Плюс сегодня мне прислала ЕРКЦ договор, ну прислала еще вчера. Либо я подписываю сейчас лифт техника сервис договор, либо с ЕРКЦ. И сегодня должны включиться все лифты. Напомним, этот разговор состоялся в 11 часов утра 1 апреля. Пятью минутами ранее у лестницы многоэтажки мы встретили угрюмых жильцов, обреченно шагающих вверх. 14 этаж. Как выкручиваете? Да я уже, честно говоря, уже не знаю, как выкручиваться, потому что у меня, понимаете, и вода, и собака гулять как минимум три раза в день. И тренировки, и школы, и все на свете. Я тут по 10 раз туда-сюда хожу. С детьми, собаками, набитыми продуктами, пакетами люди, как на Голгофу, поднимаются к своим законным квадратным метрам. Вы сами, как человек, считаете, что ситуация нормальная? Я считаю, что эта ситуация ненормальная, потому что, ну, лифты, во-первых, не должны были отключаться, раз. Во-вторых, ситуация с Тверской генерацией, она уже творится давно, и это надо было уже выносить, ну, как говорится, на общий обзор. 30 марта ситуацию разбирали на совещании министерского уровня. Люди ждут. Скажите, где гарантия, что на следующей неделе такого не повторится? Ну, я думаю, с учетом того, что есть на сегодняшний момент контроль на губернатора уже вышел, да, это на уровне губернатора, я думаю, что в ближайшее время это не будет выключено, да, и лифты будут работать до решения, что просто будет с компанией, задолженности перед компаниями и все остальное. Ну, лифты, я думаю, ну, по крайней мере, как я это вижу, что они будут отключены. 1 апреля в 14.30 в патрульную службу позвонили сотрудники прокуратуры Заволжского района Твери. Справедливость восторжествовала. Лифты в домах начали запускать. Мы следим за ходом событий. Лифты в домах начали запускать.